Короткая стрижка выдает боевой характер. Ни рассада, ни вязание эту женщину, бабушку пяти внуков, между прочим, не интересует. То ли дело свой канал в интернете. Тяжелые машины и еще более тяжелые дороги, которые в холодное время года становятся домом. В прошлом кадровый работник после выхода на пенсию вместе с мужем-дальнобойщиком с осени до весны пускается покорять сибирские просторы. Так что лето – возможность перевести дух перед новым сезоном. Первое время я плакала, а потом мне стало интересно, а потом я стала удивляться, потом я стала фотографировать, потом я стала писать, и мне стало еще больше интересно. Короче, ваша жизнь уже изменилась. Да, вы знаете, да. Кардинально. Да, да. Тряска, нервы, риск, сибирские морозы и трасса, которая не хуже американских горок. Почти за 20 лет путешествий в какие только истории 70-летняя Альбина Сысоева не попадала. Однажды в аварии получила сильную травму позвоночника. Долго лежала в больнице, но страсть к экстриму и любовь к мужу оказались сильнее любого страха. С собой в дорогу она всегда берет фотоаппарат и видеокамеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вас сниму на видео. Звездой Рунета она становиться не собиралась. Сначала просто фотографировала, чтобы внукам показать. Потом начала писать прямо на коленях. Этакие дневники, а не легкой дороги. Одна машина разбита, перегружает. Скинула с цементом или с кемией. Неизвестно. Проезда нет. Два крана будут работать. Мы ждем. Когда материала набралось даже не на фильм, а на целый сериал, пенсионерке пришла идея стать блогером. На автомобильном форуме ни одной темы про дальнобойщиков. Путевые заметки сразу принесли популярность. Подожди, я отъеду дальше. Больше ты звонешь сильнее. Вот я выскочу. Первый же пост набрал более 400 тысяч просмотров и тысячу комментариев. Ну, комментарии, как всегда, же разные. Одни, в основном, нормальные люди откликаются. А есть просто тролли. Ну, их не видно, можно что хочешь написать. Вот в тельняшке скромный, неразговорчивый. Муж Александр сначала супругу с собой брать не хотел. Не женское это дело. Но и в дороге круглые сутки, почти полгода. Когда и красоту навести некогда, она все равно хранительница очага. Обычно готовит пельмени и горячий чай. В начинке машины, как истинная женщина, не разбирается. Да и за руль так и не села. В планах также вдохновлять мужа, написать четвертую книгу. Но сначала отпуск. Путешествие вдоль Байкала на тот берег и к горячим источникам. Но это уже не по работе, а просто для души.